Менду Тулан Золотна В Листе без дорог, Южный район, Юго-Западный, Северо-Западный, не говоря уже о районах и селах, почему у нас старые изношенные электросети, коммуникации, из-за этого одни из самых высоких тарифов ЖКУ в стране, почему каждый год мы тысячами выезжаем в другие регионы, вдали от своих детей, родителей, чтобы обеспечить их, почему мы не можем работать и жить дома с близкими на родной земле, почему нет денег на решение многолетних проблем, Деньги есть, но проблема не в их количестве, а в их распределении Начну издалека Бюджетная система России состоит из трех частей – федеральной, региональной и муниципальной части, а также внебюджетные фонды Все налоги и сборы распределены на эти же три категории Сумма доходов и расходов этих трех категорий называется консолидированный бюджет России Доходы консолидированного бюджета России за 2019 год – 39,5 миллионов рублей, без учета внебюджетных фондов Я хочу объяснить, что есть федеральные целевые средства, которые поступают в Калмыкию на строительство дорог, парков, ледового катка И должны ли мы сказать спасибо за эти безвозмездные подарки со стороны федеральной власти народу Калмыкии Что есть эти деньги? Все данные находятся в открытом доступе Я использовал сайт Минфина России Закон Республики Калмыкия о республиканском бюджете на 2019-2020 год Итак, кратко структура доходов России консолидированного бюджета и внебюджетных фондов Из них нефтегазовые доходы – 18%, НДС – 18%, страховые взносы – 20% Как мы видим, что из всех поступлений в бюджет Российской Федерации доходы от продажи нефти и газа составляют всего лишь 18% И столько же, сколько НДС Каждый раз, получая зарплату, покупая в магазине продукты, мы пополняем бюджет России Получается, что кормят Россию не нефть, не газ, а мы с вами, ее граждане Есть даже знаменитая цитата «У государства нет своих денег, есть только деньги и налогоплательщиков» Проблемы начинаются дальше при распределении этих средств И начинается это с городов Возьмем, например, нашу листу Как вы все знаете, проблем у нашего города много Отсутствие нормальной инфраструктуры Большей части города Изношенной коммуникации, сети Нормальной системы общественного транспорта Отсутствует Хотя, конечно, недавно запустили новые синие автобусы Но еще посмотрим, сколько они проживут Система также включает в себя остановки Расписание и, в конце концов, дороги Не говоря уже о общереспубликанских проблемах Это и отсутствие воды, высокие тарифы Отсутствие рабочих мест Почему же эти проблемы не решаются годами? Дело в том, что у города банально нет денег на все это Почему же? Как мы все знаем, есть много разных видов налогов, которые мы платим Казалось бы, работая в листе, мы хотим, чтобы деньги оставались в нашем же городе И шли на улучшение жизни того места, где мы живем Но на деле все совсем не так Есть федеральные, региональные и местные налоги Самые большие по сумме налоги забирает себе государство Это НДС, НДФЛ, налог на прибыль, на добычу полезных ископаемых Все это идет в Москву, федеральный бюджет Региональный налог – это налог на имущество, организации и транспортный налог Это идет в республиканский бюджет А налоги от имущества физлиц и земельный налог остаются в городской грозне Город получает мизер от всех налогов, уплачиваемых жителями этого города Получается, что все деньги изымаются в Москву и обращаются в доход Вышеупомятного федерального бюджета России И потом из него же частично приезжает нам обратно В виде каких-то программ финансирования целевых объектов Непонятно, каким образом выбранных Первая проблема – это низкая налогооблагаемая база Делающая полностью зависимой их от вышестоящего бюджета В листе политика руководства последних лет привела к массовому оттоку граждан из республики Кто-то в Москве, кто-то на севере, кто-то за границей И кормят другие регионы и места Вследствие этого – уменьшение без того малого количества поступлений в бюджет год Из-за отсутствия налогоплательщиков Отсутствие развития малого и среднего бизнеса И как следствие отсутствия рабочих мест Рассмотрим такую важную часть, как образование Школы и детсады напрямую принадлежат городской администрации Ей же финансируется Расходы на функционирование системы образования требуют огромных средств Но функция администрации заключается лишь в распределении этих средств Город всего лишь принимает деньги и переводит их на зарплатные карты учителям Как вы понимаете, на саму зарплату они повлиять не могут Ни на премии, ни на тарификацию, ни на само количество и качественный состав учителей Все уже посчитано и спущено сверху Город просто принял деньги и отправил Конец Получается, что полностью зависящая от городской администрации политика образования Не может в полной мере реализовываться Этой самой администрации У города просто нет денег на все это Вторая проблема – это отсутствие мотивации у городов От всей экономической деятельности город получает примерно ничего в свой бюджет И полностью зависит от дотации федерального центра Городу совершенно без разницы есть у него предприятия, торговые центры Так как вся налоговая нагрузка и деньги идут мимо него Поэтому у города нет никакой мотивации привлекать инвестиции Строить предприятие, формировать благоприятную и комфортную среду для привлечения людей Для жизни в нем и создания экономической деятельности И поступления налогов Это все расходы для него без какой-либо отдачи Как мы знаем, в жизни так не бывает Никто не будет работать просто так Люди сидят на работе, если у них не будет никакой мотивации улучшать среду и привлекать инвестиции Они не будут этого делать Что собственно и происходит Работа мэрии заключена лишь в перераспределении всех поступающих сверху средств И ей нет смысла что-то там развивать и строить За такую зарплату, будем честны, таких людей мало найдется Как следствие люди сидящие на этих постах начинают реализовывать себя другим образом А именно воровством и коррупцией Любимый довод всех подхалимов власти и оправдывающий нахождение трапезникова в кресле мэри Вот посмотрите, что сделали предыдущие мэри, местные калмыки На последнем даже завели уголовное дело, как мы знаем Но это проблема всей системы, что она чаще всего притягивает именно такого рода людей Для людей, которые хотят работать и что-то сделать для своего города Там попросту нет места И как мы выяснили, нет инструментов и возможностей У города даже нет возможности содержать себя без дотации сверху До такого состояния довела нынешняя власть и листу Позволить себе современные зоны отдыха, парковки, нормальную сеть общественного транспорта Как мы знаем, синие автобусы это старые автобусы из Москвы Ну как старые, это для Москвы они старые, потому что Москва может себе это позволить Как и менять плитку каждый год на площадях Так как все наши деньги утекают туда Мы же можем позволить себе максимум это раз в несколько десятилетий Ремонт главной площади, не говоря уже о полном отсутствии тротуаров и дорог в большей части города У нас нет денег на замену коммуникаций, электросетей Нет возможности даже выделить финансирование на учителей калмыцкого языка Так как на них попросту не выделили здесь сверху деньги Все собранные налоги в Элисте поступают администраторам этих средств в Москве И напрямую на то, сколько администраторы выделят средств, зависит от того, устраивает ли их местное руководство В части расходования этих средств у города нет никакой самостоятельности Нет варианта, получив эти деньги на перекладку асфальта там, где он уже есть Или на строительство ледового катка, потратить их на строительство дорог в южном районе города Нет даже варианта построить спортплощадки для мини-футбола, что как бы тоже спортивный объект Но во все части города, что было бы намного полезнее Либо направить их на развитие спортивной борьбы, что куда ближе нам, чем зимние виды спорта Нет варианта перебросить их на решение более важных проблем, что актуально в Элисте Проблема еще в том, что нам деньги не выделяют даже на поддержание собственной жизни И городу приходится брать коммерческие кредиты Из-за этого с каждым годом у нас накапливается внешний долг Мы переходим к главному выводу из всего этого Даже если в руководство города придет самый распрекрасный на свете мэр Который бы хотел решить все проблемы нашего города и просто сделать жизнь лучше Он не сможет этого сделать, так как его полномочия мизерны Ему присылают деньги, которые уже расписаны на конкретные цели С учетом того, что часть этих денег уже разворуют Пришли деньги на львокумский водовод, все разворовали Ну ничего страшного, посадим какого-нибудь крайнего для приличия Пришли деньги на каток, в строй каток А нужен он или нет, уже мало кого волнует Эта система создает идеальные возможности для коррупции И соответственно уничтожает условия для нормального развития города И улучшения жизни его жителей Миллионы рублей либо закапываются в землю на бесполезный и даже обременяющий бюджет каток И переукладки асфальта там, где он есть Либо нещадно разворовываются Даже если теоретически в руководство города пришел бы народный мэр У него нет на это инструментов для реализации народной политики Для чего же нужно лишать самостоятельности города? Любая самостоятельность опасна для текущей власти Политика централизации не предусматривает независимости даже небольшого села Для того, чтобы удержать в своих руках и листу Они посадили на финансовую иглу и всячески препятствуют нашему развитию Не давая нам с нее соскочить Одним из препятствий для нашего развития является текущий ставленник власти Дмитрий Трапезников Человек, которого позиционируют наши власти как спасителя суперантикризисного менеджера На деле человек недавно только получил российское гражданство Совершенно посторонний для города, духовно никак не связанный с ним Не имеющий никакой мотивации сделать его лучше Привлечь инвестиции, но обязующийся это сделать за 60 тысяч рублей Это его официальная зарплата На деле этот человек является сбежавшим со своей земли и бросивший ее в трудное время За которым тянется шлейф его запятненной репутации Есть много разных материалов, где представлен он как мошенник, бандит и просто беспринципная личность Умеющая лишь прислуживать кому угодно, но с личной выгодой По одной его неосторожно оброненной в интервью фразе Что дворники в элисте получают мрот в размере 28 тысяч рублей Можно охарактеризовать его как угодно, но не профессионалом Представьте, если бы мы получили настоящего избранного на честных и свободных выборах мэра Мэр, который бы распоряжался деньгами самостоятельно и делал все для улучшения жизни людей Но такой мэр, который бы зависел лишь от успеха его руководства От его результатов, от привлечения инвестиций и одобрения граждан его избравших А не от власти, которая его туда поставила Такой мэр не откажется от согласования и митинга гражданам Такой мэр не закроет глаза на фальсификации на выборах любого уровня В подведомственных ему школах и других учреждениях Такой мэр опасен и сулит разрушение всей вертикали власти Бережно выставленной за эти годы правления Получается, вся эта система существует за наши с вами же деньги Государство насаждает всем на мысль о том, что когда строится какой-нибудь ледовый каток Или ремонт дороги по федеральной программе Это их подарок жителям нашей республики Эдакая подачка с царского федерального стола жителям Калмыкии На деле это наши с вами зарплаты и налоги Наш непосильный труд, результаты которого выдаются нам не в полной мере Нам надо свыкнуться с мыслью, что мы финансируем наше государство Наши деньги идут куда угодно, но не в нашу республику Город, село и улицу Все деньги идут на силовые структуры Которые за наши с вами же деньги убеждают нас, что мы живем хорошо С помощью пока лишь штрафов за несогласие Идут на неэффективных чиновников, которые сделают все, чтобы замолчать нас И получают долю от всех нацпроектов федеральных программ Системе выгоден этот чиновничный аппарат лояльной власти и своему креслу, а не народу Это и есть политика власти и другой она быть не может Я считаю, что это надо менять Но добиться этого можно только сменив федеральную власть Проблемы Калмыкии находятся не в Калмыкии Конечно, избрав вместо трапезникова народного мэра Мы сделаем весомый шаг к изменению всей системы Но надо понимать, что у системы есть огромный рычаг влияния С помощью которого они могут нейтрализовать весь эффект от этого Но это все равно надо делать Но держать в голове, что причина всего этого федеральная власть Как вы знаете, всех нас ждет скоро большое голосование По одобрению изменений поправок в основной закон Конституции Российской Федерации Что есть эти поправки и что они значат для Калмыкии? Ни для кого не секрет, что смысл всех этих поправок заключается в одной самой главной Это обнуление сроков ныне действующего президента Российской Федерации Владимира Путина И предоставление возможности баллотироваться ему на пост президента еще два раза Теоретически он может пройти до 2036 года Это означает продолжение всей той политики, которая велась последние 20 лет Мало того, что с принятием новых поправок должность президента России усиливается Процедура снятия его с должности усложняется Он теперь имеет прямое влияние на правительство Российской Федерации Уничтожается независимость судов и местного самоуправления Хотя на настоящий момент все суды и местное самоуправление и так потеряли независимость Но теперь это приобретает форму закона Для нашей же республики и арат Калмыков Это значит продолжение деградации во всех смыслах И целенаправленной политики дотационного, вечно спротянутой рукой региона Ресурсной колонии, лишения нас суверенитета и независимости Которая ведется вот уже столько лет Политика ставленников в руководстве республики, в антинародном хурале Привилегированное положение русской нации будет закреплено поправкой О русском языке, как о языке государства, образующего народа Я уже вижу это как большое поле юридического обоснования Для разного рода дискриминационных действий По отношению к остальным народам и арат Калмыкам в частности Это уже происходит сейчас Можно вспомнить Штыгашево, где за оскорбление всего арат Калмыцкого народа Он получил всего лишь замечание Дальше будет только усугубление такого рода действий Но это уже будет законно обоснованно Продолжающиеся убийства арат Калмыцкой культуры и языка В то время как на русском языке есть полный цикл образования Детские сады, школы, гимназии, университеты, театры, кино Но и с финансированием с федерального бюджета С калмыцким языком можно не связать федеральный закон О необязательном изучении родных языков национальных республик С последующим урезанием финансирования Что есть убийство калмыцкого языка Что и происходит сейчас Отсутствие внятной политики повреждения нашей культуры Хоть это и было предвыборным обещанием главы Калмыкии Хасикова Бату Сергеевич Который скорее всего так и останется, как и многие другие Поправка возможности президентом России создания федеральных территорий С установлением публичной власти на территории любого субъекта Российской Федерации Фактически означает, что в любой момент президент России Может упразднить республику Калмыкия И включить ее в состав какой-нибудь федеральной территории Например, Прикаспийской С установлением своих органов публичной власти В общем, все то беззаконие, что творится в России, станет официальным законом И никуда от этого не деться, даже Международный суд Ведь в поправках предусмотрена, что международное право Теперь может не иметь влияния в России Если на то решит Конституционный суд Судей которого может снимать и назначать президент России Страна станет личной вочиной президента России Который, даже если и уйдет со своего поста Будет обладать полной неприкосновенностью И стать членом Совета Федерации пожизненно В принципе, не исключая варианта, что в конце 2036 года Конституцию опять изменят Но просто сделать, что заступающий на должность президента России человек Будет там пожизненно Опять же с возможностью, но не действующего президента Участвовать в этих выборах Но тут важно понимать, что виноваты в этом не те, кто сейчас у власти Виноваты мы с вами, те, кто допустили это Мы с вами из-за нашего бездействия стремительно теряем свой язык, культуру Нам тяжелее отставить свою честь и достоинство Мы теряем право на свою землю Этот процесс уже запущен Так как мы не государство, образующий народ Фактически теряем право на жизнь Есть только право на бесследно раствориться и ассимилироваться У нас с вами плохая жизнь из-за того, что те, в ком прочно поселили страх Голосуют за, фактически сами выбирают такую жизнь для всех И с равнодушием молчаливо согласия остальных Благодаря кому это стало возможно Страшно всем, но отсидеться дома не получится Болезнь запущена настолько, что нет органов в теле нашей страны Который был бы не поражен Бездействие приведет лишь к дальнейшему беспрепятственному распространению болезни Призываю вас выразить свою позицию на этом голосовании По одобрению по праву Конституции Российской Федерации И делать впредь это всегда Ходить на любое голосование или выборы Если вы довольны своей жизнью политикой власти последние 20 лет Либо вы получаете какие-то выгоды от нее То голосуйте за, либо сидите дома За вас все сделают Если вы нормальный, адекватный человек, вы знаете, что делать Ведь подделать ваш голос против намного тяжелее Чем кинуть бюллетень за тех, кто не пришел Поэтому все идем голосовать против этого антиконституционного переворота Сеттен-сеттен халин гуд Бичайтын, дуған өкнін Танаунин ханжанав Байта деку Сеттен-сеттен халин гуд Байта деку Байта деку Продолжение следует...